Субтитры сделал DimaTorzok Всем снова здрасте, вроде я не делал видео только две недели, а кажется будто не делал ни одного хорошего. Ну не будем о мистике и сразу приступим к билдам. Недавно снова скачал Clash Royale и удивился количеству изменений на один квадратный метр. И также вспомнил про свою первую вайфу. Для тех кто не знал, Пека это малоподвижная машина смерти, которая бегает за бабочками. Так как мы в ДНД, а не в Рояле, мы сможем решить проблему с малоподвижностью и создать ультимативную Пеку. И возможно создать бабочку. Итак, нам нужен первый уровень Жреца Домена Кузни. От него нам нужно владение тяжелыми доспехами и благословение Кузни, дающее плюс один классу доспеха. Из заклинаний Жреца берем щит Веры, дающий плюс два КД. И нанесение ран. Это ваш основной источник урона в этом билде. При экипированном щите на первом левеле у вас 21 КД. А с щитом Веры итого 23. Хороший старт. Далее вкладываем пять уровней волшебника Школы Ограждения. У мага забираем магическую защиту, что служит для нас орбиталом, впитывающим урон за нас. А из заклинаний нам нужно только ускорение, отражение и мерцание. Ускорение даст вам шанс избавиться от вашего злейшего врага. Ауе с пылы. И позволит вашей жирной туши летать по полю боя. А если ваш мастер позволяет вам таранить врагов, то... Отражение и мерцание в принципе хорошие заклинания, которые пригодятся почти во всех ситуациях. Далее автор рекомендует взять пять уровней воина-самурая, чтобы дать самому себе преимущество на атаке и дополнительные хп. А, чуть не забыл. Из боевых стилей стоит выбрать оборону. Усё, билд готов. Со всем вышеперечисленным в ваш кд 24, а используя заклинания щит, итого 29. В бою просто стоите, танчите и высушивайте свои спецлоты на заклинания нанесения ран и вышеуказанный щит. Если вы проигрываете, просто юзайте мерцание и отражение, чтобы слинять или переломить ход боя. По поводу раз, автор рекомендует взять вариативного человека. Ради черты боевой заклинатель на первом уровне. Она позволяет вам держать бафы. Удивительно, правда? Но я не послушал и взял кованого, потому что я... А черту боевой заклинатель взял позже. Также выбросил щит в урну и вместо него взял во вторую руку оружие, взяв черту использования двух оружий. Из-за того, что я кованый, я не потерял в кд, но увеличил урон. А вместо самурая взял уронного рыцаря, потому что набор рун с вагонами эффектов и мощь великана, которая просто... Я не собираюсь менять все это на преимущество в атаках и на 10 доп. хп. Это просто... Также я не собираюсь пересчитывать урон, так как тут участвует заклинание ускорения, которое позволяет вам сделать одну атаку. Но если у вас есть экстра-атак, то для вас одна атака это две. Недавно над моим домом пролетал шахид и сидя в убежище мне пришла в голову одна идея. Что если взять следопыта дрейковода и навесить дрейка взрывчаткой и отправлять его по кулдауну на вашу цель? Для билда нам просто необходим летающий дрейк, поэтому идем на седьмой уровень следопыта. На этом левеле дрейк получает скорость полета, становится ездовым животным и дает вам резист к выбранному урону. Так как класс рейнджера в принципе помойка, то ни один из скиллов вам более не нужен, кроме боевого стиля стрельба. Как будто рейнджер без него что-то может сделать, блять. Далее идем брать третий уровень изобретателя, архетип артиллерист. Теперь вы можете повесить пушку на вашего дрейка. И вспоминая свое видео о кофе-локе, во избежание тупых вопросов я поясню поподробнее. Да, пушку можно создать только на горизонтальной поверхности, но вам никто не мешает потом ее взять в руки и поставить на дрейка. Плюс пушку вы можете закастомизить как хотите. Так что вообще можете создать ее специально разработанный по дрейка, как сбруя для коня. Ну или совсем для тупых, вы можете просто призвать пушку с ногами и приказать ей самой залезть на дрейка. Так как пушка может быть крошечной и определенно не весит столько же сколько и вы, то дрейк не теряет скорость полета, если мастер вас не душит. Далее все зависит от вас, будете ли вы прокачивать изобретателя, создавая более опасные машины войны и как следствие прокачивать пушку, или прокачайте следопыта и как следствие прокачайте дрейка, доведя его до большого размера. Так вы сможете летать на самом дрейке и использовать дальность выстрела вашей пушки на максимум. Потому что чтобы пушка вела огонь, ей нужна ваша команда, а воспринимать она ее может с максимального расстояния в 60 футов. Прокачка дрейка позволит вам и пушке сидеть на нем вместе. Тут и пригодится боевой стиль стрельба. У билда есть альтернатива, вместо артиллериста вы можете взять самый бесполезный архетип алхимика и делать взрывчатку. Вот вам и дрон камикадзе, при помощи которого вы можете помять логово главного злодея до того, как вы к нему дойдете. Если ваш мастер позволит вам делать гранаты гномергарда, то это просто отлично, вам даже выдумывать ничего не надо. И да, этим можно по крымскому мосту. Что если я вам скажу, что друид может быть танком не только, обузя дикую форму, но и полагаясь на свои другие способности? Я знаю, мысль глубокая, как макеевский родничок. Но серьезно, потенциал друида как танка видят только через превращение в очередного динозавра. Поэтому представляю вам билд с новым и уникальным подходом игры. Да, друиду луны. Уроды блять, конченые мр... Короче, в отличие от остальных билдов из этого видео, этот мне требует мультикласса. И мы просто на релаксе пользуемся всеми благами круга спор. Наше центровое умение это симбиотическая сущность. Она дает вам кучу дополнительных хп, бафает ваш урон на ее рукопашные атаки и сама наносит немало урона при помощи умения Ореол Спор. Просто прокачиваете уровень до получения способности распространения спор. Оно позволит вам максимально раскидывать ваши споры, значительно повышая ваш урон. Единственное, над чем стоит задуматься во время прокачки, это заклинания. Так как у друида они просто офигенные, то тут прогадать с выбором сложно. Но зная своих сэбов, я пожалуй расскажу про некоторые. Преграда жизни, поглощение стихии, призыв молний, дубовая кожа и дубинка. По большей части все споры должны быть ориентированы на выживание, контроль и... Ближнюю дистанцию. Так как вам жизненно необходимо сохранять ваше дополнительное здоровье от симбиотической сущности. Иначе все вышеуказанное работать не будет. Облако душит врага, пока вы его бьете, а бьете вы врага, пока облако его душит. Все просто. Плюс ко всему, ваши споры поднимают убитых. И если ваш мастер использует правила окружения, то это изи файт для вас. А для гоблина, который будет с вами драться, это выглядит так. Неубиваемый друид сражается с ними в миле, не давая выйти из облака. А те, кто сражаются на стороне гоблина, теперь поменяли цвет зрачков и как-то недобро на него смотрят. Из черт, естественно, боевой заклинатель и посвященный магию. Он нужен для того, чтобы выучить более крутые мили-заговоры других классов. Например, бумер-блэйд. Рассейд для билда может быть любая, но желательно та, которая даст вам большую выживаемость. Гля, Файсимар и Леор. Расс с защитными свойствами много, так что дерзайте. Но помните, ходят слухи, что дракон каменных статуй все еще жив.